После вчерашнего заседания Законодательного собрания Нижегородской области, его председатель Евгений Лебедев обещал поработать над явкой. В кулуарах были депутаты, которых, что называется, довезли, то есть срочно вызвали из отпуска. Те, кто в зале, вновь общаются на сторонние темы и иногда поглядывают в пустой президиум. Начало затягивается, объявляется регистрация. Регистрация окончилась. Еще меньше, чем накануне. Не собирается к воруму, не пришли депутаты, которые заболели, уехали в командировку. При решении не прийти, вот и происходит. Я не думаю, что это пойдет дальше каких-то согласований межпартийных, потому что, на самом деле, если собрание не будет работать, ну что ж, его распускать надо. Зачем оно нужно, если оно не будет работать? Не пришли не только коммунисты, но и часть единороссов и справедливая Россия. Валерий Осокин, инициатор скандального закона проекта об отмене выборов главы города из числа депутатов, связывает демарш именно с принятием своего закона. По мнению экспертов, такой вариант «голосовать ногами» является наиболее эффективным с точки зрения выражения своей позиции. Принять закон за 8 дней, который меняет систему местного самоуправления сразу в 40 районах области – это серьезный шаг. Об этом говорит и глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин, который сам выступает против такого поспешного решения. Видимо, часть депутатского корпуса именно таким образом выражал свой протест. Ведь и те, кто сидели в зале, в открытой говорили о том, что нужно спорные вопросы оставить в работе, но заседание АЗС должно пройти. Вот эту работу за один день провести невозможно. То есть нужно было дать, так сказать, перерыв, нужно было дать остыть эмоциям, наверное, но это в качестве совета только. При этом против принятия закона выступают не только депутаты, но и Министерство юстиции и прокуратура, указывая на то, что в области может уступить несколько месяцев без власти. Кстати, тезис ряда депутатов о том, что только Нижний Новгород против такого решения, тоже несостоятелен. Все говорят, вот только Нижний против. Да не только Нижний против. Мне главы звонят каждый день из разных районов, да? И они в такой же ситуации. И они в такой же ситуации. Просто, ну, что уж говорить, что греха-то. И степень политической свободы, к сожалению, как бы она от района к району абсолютно разная. После небольшого совещания депутаты решили перенести заседание на 10 сентября. И уже там вернуться к целому ряду законов. Положение о смене системы МСУ пока никто не снимал. И главный вопрос, соберутся ли депутаты вновь, так и остался витать среди народных избранников. Алексей Рожжин, Никита Вертлин, столица Нижний.